Представители администрации АГО продолжают информировать жителей о делах района и проводимых мероприятиях. Постановлением избирательной комиссии Свердловской области в Артёмовском городском округе сформирован новый состав Артёмовской районы территориальной избирательной комиссии. Срок полномочий нового состава комиссии составляет уже 5 лет. Численный состав избирательной комиссии составляет 11 членов комиссии с правом решающего голоса. Из 11 человек, членов комиссии, 7 выдвинуты политическими партиями, то есть все 7 политических партий, которые имеются и на уровне федерации, и на уровне региона, выдвинули своих представителей в состав нашей избирательной комиссии. Два члена комиссии выдвинуты собраниями избирателей. Один член комиссии выдвинут решением территориальной избирательной комиссии предыдущего состава. И один член комиссии выдвинут думой нашего Артёмовского городского округа. Все 11 членов комиссии имеют опыт работы в избирательных комиссиях. Этим же постановлением на территориальную избирательную комиссию возложена полномочия муниципальной избирательной комиссии. То есть это означает, что наша комиссия будет заниматься вопросами подготовки и проведения муниципальных выборов в 2011 году. И этим же постановлением председателем комиссии назначена Кулешова Нина Михайловна. Стоит также заметить, что прежний состав избирательной комиссии был сформирован из 13 человек. В нынешнем присутствуют 5 представителей из прошлого созыва. Первое организационное заседание нового состава комиссии состоится 20 декабря в 17 часов. На этом заседании тайным голосованием будут избраны два заместителя председателя комиссии и секретарь комиссии. Помимо избрания заместителей и секретаря комиссии будет рассмотрен вопрос о регламенте территориальной избирательной комиссии. Ну и ряд других вопросов. Это первое организационное заседание. Срок полномочий нового состава комиссии будет исчисляться с первого организационного заседания. В соответствии с законодательством первое организационное заседание должно быть проведено не позднее, чем на 15 день с момента принятия решения о формировании комиссии, но не ранее дня, когда было проведено первое организационное заседание предыдущего состава. Первое организационное собрание прошлого состава состоялось 18 декабря 2006 года. В Артемовском городском округе начала работать программа по обеспечению молодых семей жильем. Со стороны молодежи к ней было очень пристальное внимание. Надо сказать, что по этой программе есть определенные результаты. Первый получатель социальной выплаты на территории Артемовского городского округа была молодая семья из трех человек в 2009 году. Они приобрели жилое помещение. И сейчас у нас в 2010 году программа продолжает реализовываться. Из 13 молодых семей, которые мы подавали в заявку в Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области, область нам выделила софинансирование на четыре молодые семьи. Это средства федерального бюджета, средства областного бюджета и, естественно, Артемовский городской округ. Также участвуют в софинансировании в объеме 5% от расчетной стоимости жилья. В новой программе произошли и некоторые изменения. Ранее на покупку жилья объем софинансирования из местного бюджета составлял 5-7%. Сейчас это число увеличилось до 10% и составляет около 1,3 млн рублей. Таким образом, программа обеспечения жильем молодых семей заканчивает свое действие в 2010 году. Но так как эта проблема остается актуальной на сегодняшний день, то правительство Свердловской области разработало постановление от 11 октября 2010 года номер 1487. Это долгосрочная целевая программа развития жилищного комплекса в Свердловской области. И в этой программе есть подпрограмма обеспечения жильем молодых семей Свердловской области на 2011-2015 годы. Администрация Артемовского городского округа разработана долгосрочная целевая программа Артемовского городского округа на этот же период, на 2011-2015 годы. И программа утверждена постановлением администрации Артемовского городского округа от 2 ноября 2010 года номер 1336 ПА. Артемовский городский округ направил заявку в Министерство по физической культуре и спорту Свердловской области на участие в отборе муниципальных образований Свердловской области на софинансирование социальных выплат молодым семьям для приобретения или строительства жилья в 2011 году. И Министерством по физической культуре и спорту Свердловской области Артемовский городский округ признан прошедшим отбор на 2011 год. На период 2011 года в очередное жилье стоит 17 молодых семей, в 2010-м их было 13. Условия участия молодой семьи в программе на новый период не изменились. То есть социальные выплаты могут быть предоставлены молодым семьям, участникам этой программы, отвечающим следующим требованиям. Возраст каждого из супругов, либо одного родителя в неполной семье. На день принятия решения включения молодой семьи в сводный список молодых семей Свердловской области в планируемом году не превышает 35 лет. Второе условие – признание молодой семьи нуждающейся в улучшении жилищных условий. И третье условие – наличие у молодой семьи доходов, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, то есть так называемая платежеспособность молодой семьи. Вот эти три условия позволяют молодой семье стать участником программы и получить социальную выплату. В качестве подтверждения платежеспособности можно предъявить сертификат на получение материнского капитала. Ранее такая мера не была прописана в данной программе. Список на 11 год молодых семей сформирован, он уже утвержден и направлен в министерство, поэтому в настоящее время администрация Артемовского городского округа принимает документы молодых семей для участия в программе на 2012 год. Список будет формироваться в срок до 1 сентября 2012 года. За консультацией по всем вопросам можно обратиться в Комитет по делам молодежи в здании администрации. Это кабинет 33, время приема среда с 14.00 до 18.00 или в юридический отдел администрации кабинет номер 27 в пятницу с 8.00 до 17.00.